Прикиньте, короче, сейчас близится ОГЭ, а всё равно огромное количество ребят пишет мне Блин, как писать эту дурацкую задачу на проценты, смесь и сплавы Огромное количество видео уже выложено, но я всё равно её сейчас объясню Вот сейчас видите, вот там вот ноутбук, я сейчас прям вот прям сейчас сяду и засниму видео, как это делать Мне будет помогать моя любимая кошка Вот, короче, сейчас Сегодня тема у нас это задачи про кислоты, проценты Как вообще эту дичь решать Задача очень лёгкая, сегодня вы узнаете, как правильно читать эту задачу Как правильно составлять уравнение И что поможет вам сделать это легче И всё это на примере одной задачи Уверен, что она поможет вам решить все задачи, которые вы встретите на своём пути И ОГЭ для вас будет лёгким Итак, имеются два сосуда, содержащие 10 кг И 16 кг раствора кислоты различной концентрации Если их слить вместе, то получится раствор, содержащий 55% кислоты Если же слить равные массы этих растворов, то полученный раствор будет содержать 61% кислоты Сколько кислоты содержится в первом растворе? Вот тебе офигенный вопрос Итак, говорю вам, как правильно читать эту задачу Первое, что нужно, это не читать вот эту дичь Читать задачи любые нужно по предложениям Вся информация, которая нужна, она разбита на предложения То есть первое предложение даст нам определённую схему для начала работы Второе даст заключение этой схемы А третье, если, оно уже расскажет, что там было после того, как мы уже получим первое уравнение И так всегда читаем по предложеницам Ну что ж, во-первых, для начала нужно себе задать вопрос В чём хранят кислоту? Ну, я представляю это как вот такой аквариум Во-первых, потому что его легко рисовать Итак, в нём есть какое-то количество жижи в общем Вот вся жижа и только часть этой жижи занимает кислота Я не знаю, сколько там процентов кислоты, но пусть будет х процентов И проценты я буду писать внизу Х процентов А вот масса у этой первой кислоты 10 килограмм Есть ещё один сосуд Его тоже мы рисуем в виде вот такого аквариума Упс И в нём уже 16 килограмм жижи Опять-таки массу пишем сверху И мы же не знаем, сколько там этой кислоты То есть мы знаем, сколько в общем жижа Концентрацию кислоты не знаем Будет Y процентов Так вот, их сливают вместе То есть плюс А когда сливают Куда сливают? В третий какой-то сосуд Можно, если хотите, нарисовать его более объёмным Тин-тарин-тин-тин Итак, вот всю жижу сливают в этот третий сосуд И вместе получают 10 плюс 16 26 килограмм Отлично И вот в этих 26 килограммах содержится 55 процентов кислоты Зачем мы создавали этот рисунок? Теперь мы наглядно видим, что x процентов Можно прям так и написать x процентов от 10 Плюс Игрек процентов от 16 Равно 55 процентов от 26 От 26 Важный момент Когда мы работаем в задачах на проценты Абсолютно всегда Видя слово от Мы воспринимаем это как умножение Я думаю не составит труда С вашим жизненным опытом Прочитав данную задачку Интерпретировать её так Что вы сможете правильно подставить слово от То есть надо найти от То есть x от Часть от Часть от чего-то Теперь Что такое значок процента? Очень интересная история На самом деле значок процентов В процессе переписок математиков В процессе того, как создавались учебники И копировались Печатывались Это трансформировавшаяся запись Одна сотая То есть x процентов Это значит x сотых Или же x умноженное на одну сотую Короче Что я хочу до вас донести Когда мы сейчас слово от Переведем в значочек умножить Вот так вот y процентов умножить на 16 Равно 55 процентов умножить на 26 Объективно можно Написать вот так Но лучше Этого не делать Почему? Потому что многие не знают Откуда значок процента-то появился Поэтому Лучше Переписать это все-таки Как одну сотую Не полениться И каждый значок процента Прописать как одна сотая И потом уже поделить Не на знак процента А на одну сотую Таким образом Мы получим простейшее уравнение Значок процента везде удалится Получится 10x Плюс 16y Равно 55 умножить на 6 На 26 Мы составили первое уравнение И мы немного его упростим Поделив все на двойку Получим 5x плюс 8y Равно 55 умножить на 13 Советую вам не выпендриваться Когда вы приходите на экзамен И перемножать столбиком Почему не 55 на 13 Да потому что так удобнее 5 на 3 Это у нас 5 1 в уме 65 И опять 65 И получаем число 6 Ох налепил я Ох ага Не с той стороны Я начал вообще это писать 5 1 7 715 Получаем Первое уравнение Это только первые 2 Предложение мы прочитали 5x плюс 8y Равно 715 А следующее уравнение Мы сейчас составим Прочитав вторую часть нашей задачи Запомнить нужно вот это вот уравнение Мы его дальше будем использовать А я напомню Что вы можете записаться на занятия В нашу школу Ссылку я оставлю в комментарии Занимаемся как с 7-ми классниками 8-ми классниками 9-ми классниками 10-ми и 11-ми классами Готовим к нам всем видам экзаменов ВПР и прочим работам Поэтому Подберем то что нужно тебе Пиши нам Итак Уравнение которое получилось В прошлой части задачи Я выписал справа Вот оно Кому нужно Кто пытается решить это задание Вперед А сейчас Мы продолжаем решать Наше задание То есть вот мы прочитали первую часть Теперь читаем вторую Если же слить равные массы Этих растворов Объективно получается Что растворы остались Процентовка Которая в них была Не поменялась Это те же самые растворы Только Теперь Нужна равная масса Что значит равная масса Вы можете брать 10 и 10 Вы можете брать 16 и 16 Но самый лайтовый способ Это взять массу 1 кг И 1 кг Равно Третий какой-то сосуд В котором Налито Вся эта жижа И вся эта жижа Вместе по массе 2 кг Вот она А Проценты Складывать нельзя Потому что Проценток От разных вещей Она разная То есть например Процент от одного сосуда И от другого Это разные вещи Поэтому Здесь задачу Внимательно Читаем 61% Никаких x плюс y Итак А теперь Попробуем составить Уравнение Как в прошлый раз Только немного быстрее Мы с вами Что делали Понимали Что у нас x процентов От единиц x процентов От какой-то массы Значит Мы сразу пишем x процентов Умножить на 1 Плюс y процентов Умножить на 1 Равно 61 процент Умножить на 2 И все Разделив На значок Процента Повторюсь Лучше Пишите Вот так 1 сотая Просто я привык Мне не надо сдавать Уг Поэтому я пишу Значок процента Получаем x плюс y Равно 61 умножить На 2 Вот они 61 на 2 122 122 Отлично Зачем мы это сделали Теперь у нас есть Два уравнения 5x Плюс 8y Равно 715 И нам задают Сколько килограмм кислоты Содержится в первом растворе То есть только сейчас Мы подобрались к вопросу И только сейчас Его начали читать Сколько килограмм Содержится в первом растворе То есть Нам нужно Найти сколько будет Икс процентов От Десяти килограмм Первый раствор Все таки Десять килограмм А не один килограмм Это условие Которое потом Добавилось Один килограмм Именно И нам надо найти Не просто Икс А именно Икс процентов Как это организовать Проще Во-первых У нас теперь Два уравнения И нам лучше Сделать так Сейчас Чтобы количество Игреков И в том И в другом Уравнении Было одинаково Поэтому Я домножу Первое уравнение На 8 И получаю 8х Плюс 8у Равно 122 на 8 Это будет 6 один в уме 7 один в уме 976 И второе уравнение 5х Плюс 8у Равно 715 А теперь Почленное вычитание Минус 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 8х Минус 5х Это 3х 8у Минус 8у Это 0 А вот 976 Минус 715 Кто-то устно А кто-то столбиком Выпендриваться не надо Если не получается Устно Пишите Столбиком Столбиком У нас Устно У нас получается 2 6 1 Отлично Ну а теперь Делим все На 3 И получаем Х Равный Пам-пара-пам 87 И Нам нужно найти 87% от 10 То есть умножить на 10 Знак процента Это 1 сотая Значит Я где-нибудь Вот здесь запишу 87% Это 0,87 То есть 0,87 И нам нужно 0,87 умножить на 10 Равно 8,7 Кг Вот он Наш ответ И мы теперь Радостно Пишем Этот ответ В бланк А если не в бланк Если вы пришли на уголь То это вторая часть Обязательно Не забудьте Написать ответ А еще Обязательно Не забудьте Написать Размерность 8,7 Кг Все Задача решена Кому было понятно И кто хочет Лучше разобраться В таких заданиях Советую приходить На уроки К нам Ведь мы научим Не только Математику Решать Но и математику Понимать Всем до скорых встреч До свидания